Привет! Сегодня у нас интервью с Аркадием Цукером, но прежде хотел бы показать вам нарезку с его выступления на TEDx, где Аркадий рассказывает историю своей жизни. В начале сентября вышел фильм «Временные трудности», который был основан на этом выступлении и на истории жизни Аркадия Цукера. Он получил разгромную критику и кто-то даже называл его вредным, фашистским, неэкологичным и так далее. Своим впечатлением об этом фильме, о том, как все происходило, Аркадий поделится в интервью. Еще хотел бы сказать, что в этом выпуске у вас есть возможность выиграть два билета на мероприятия. Собственно, на мастер-класс Аркадия Цукера, который будет проходить в Киеве 2 ноября. Его организовывает компания Smart People. А также на конференцию Federal Change, на которой соберутся ведущие практики бизнеса, представители таких компаний, как Google, розетка, OOX и так далее. Конференция пройдет уже совсем скоро, 25 октября. Информация об этих мероприятиях, о том, как выиграть билеты, как и где все будет происходить, уже есть в описании этого видео, и я подробнее расскажу в конце выпуска. Приятного просмотра. Я родился с родовой травмой, с диагнозом детский церебральный паралич. В дело вмешался мой отец. Отец сказал следующее. У меня не может родиться больного ребенка. Это здоровый ребенок, сказал отец. А все, что с ним происходит, это временные трудности. Раньше, чем я научился говорить, понимал, что я здоров. Отсюда для меня было совершенно логично, что каждое утро начинается с того, что я бужу бабушку, и мы делаем многочасовую зарядку. Собираемся в гости, и однажды отец говорит, Аркаша сегодня завязывает шнурки сам. Вот этими вот руками. Часов через шесть ботинки завязаны. Но уже поздно, поэтому раздеваемся и спать. Сегодня Аркаша спускается с лестницы сам. И самая длинная и страшная в мире лестница со второго этажа, два с половиной пролета, к концу дня преодолевается. Ибо все нормальные и здоровые люди спускаются сами. Ну правда же? Как-то раз я забыл вынести мусор, а это входило в мои обязанности. И мусор лег на мою постель. Я так понимаю, вы не очень о личном любите говорить, но вы стали во всяком случае в интернете широко известны после той конференции TEDx в Новосибирске, где вы рассказали свою историю жизни. Причем довольно откровенно, прям с подробностями. Как вы решились на этот шаг? Почему именно вот в этот момент вы поняли, что надо выйти? Или вы рассказывали ее раньше? Я посчитал тогда очень важным сказать спасибо своему отцу и успеть это сделать при его жизни. Он смотрел это выступление? Это получилось, да. И что он сказал? Он сказал, значит, хорошего сына я воспитал. А для вас это было сложно? Ну, если не секретно. Это было очень сложно. Самое сложное поступление на это. Были сомнения выступать на эту тему или нет? Вы знаете, меня просили часто и сомнения всегда были. Для меня ключевым моментом стал первые сигналы о болезни отца. И желание сказать ему при жизни успеть сказать спасибо. И вы решили это через сцену сделать? Мне очень хотелось, чтобы энергия многих сердец отправилась и помогла. То, что случилось потом, через пару лет после этого выступления, мне сказали, что вы не хотите говорить о фильме «Временные трудности». Есть очень простая история. Понятно, что есть художественный вымысел. И в кино, если 5% от правды осталось… Вы смотрели? Да. Я смотрел перед, и я снял свое имя оттуда, не согласовал. Да, Григорий мне говорил об этом. Понятно, что есть художественный вымысел. Да и ладно, и бог с ним. Для меня в этом фильме, мое непринятие, мое отторжение этого фильма связано с другим. Самый главный пафос, который я заявлял в TEDx и тот подвиг, который, я считаю, что для меня отец сделал, это следующее. Вот если мы посмотрим на классические стереотипы воспитания инвалидов, то когда в семье появляется ребенок-инвалид, родители тревожатся, понимают, что у них проблема, и ищут выхода из этой проблемы. Они принимают разные усилия, у них то надежда, то отчаяние. И дальше момент, в чем дети это чувствуют. И самое важное, что важно понимать, со стороны ребенка, инвалидов или больного, выглядит следующее. Он точно видит, что это он виноват в том, что родителям плохо. То есть его появление на свет в таком виде доставляет такую боль, такие хлопоты, такую тяжесть. И в этом смысле ребенок в такой семье живет с двойным грузом. То есть у него как бы с одной стороны есть груз физических ограничений, а с другой стороны просто невероятно давящий комплекс вины за то, что каждые минуты своего существования ты приносишь год родителям. Что для меня сделал отец? Этого не было. Вместо этого я чувствовал гордость за каждое мое движение. То есть я воспитывался в семье, в которой каждое мое движение, каждое мое слово приносило радость. Не было ни сомнений, ни страхов, ни противоречий, ни скандалов, ни ссор. К сожалению, в фильме воспроизведен классический стереотип вот этих страхов. То есть в фильме все построено на том, что все, и мать, и отец, и сын, все живут в страхе, все живут в каком-то жутком давлении и так далее. И в этом смысле это анти-моя история. Понимаете, в чем это? Это как раз то, с чем я хотел сражаться этим фильмом. Так исторически сложилось, что первый сценарий этого фильма, где это было, был не утвержден. Сценарий был переписан в более художественное, может быть, более коммерческое. Этот второй сценарий вызвал у меня кучу гневных эмоций. Вы его видели? Да, я его не подписал, не согласовал, но, вопреки всем моим возражениям, была снята именно эта версия. Сейчас большое давление на вашу семью оказывается в связи с этим? Ну, пока, слава богу, нет сейчас. Есть ролик на ютюбе, где вы говорите о том, что дети должны сейчас играть в компьютерные игры, потому что это сейчас главная форма образования. Вы во что играете? Я больше играю в настолки и играю в бизнесы. Вот, потому что для меня каждый день, каждая стратегическая сессия, каждый проект, каждый тренинг, это такая игра в жизни. Это понятно, но все-таки был у вас какой-то опыт именно игры? Ну, в связи с моими ограничениями по моторике пальцев, у меня опыта компьютерных игр нет. Грубые вещи сделаны, а мелкие вещи, которые еще мало кому видны, ну, уже, к счастью, мало кому видны, они как-то вот еще в работе. Играм мешают? Ну, то есть, есть вещи, которые для меня еще, скажем так, недостижимы, да. Если не секрет, какие? Вождение машины, горные лыжи, плавание, велосипед, могу только четырехколесный, ну, или трех. И сюда же относятся игры, да, то есть, вот все, что относится к микро- и макро-координации на скорость, ну, то есть, там, где сочетаются координации и скорость, да, вот эти вещи пока в работе. Я хотел привести пример классической гимназии, например, которая была в Европе в 18-19 веке. Там было два класса предметов, так называемые мертвые языки и греческие латыни, и основные предметы содержательные, где была и физика, и химия, и биология, и английский, и французский языки, и грамматика, ну, и так далее. Это не случайно, это разделение, потому что на греческом и латинском языке у учащихся сознательно формировали мышление, потому что это языки максимально оторванные от жизни, там нет контента, там нет контента. Сейчас, как вы провели урок, ребята, вот греческий алфавит, вот первая буква, альфа, вторая бета, повторяйте за мной, дети альфа, дети бета, так же? Ну да. Вот. А как строился урок в классической гимнасии? Приходят учители и говорят, ребята, у вас на столах Одиссея, вычлените, пожалуйста, греческий алфавит. Вот. Круто. Что надо делать? Надо выписать каждый новый знак, правильно? Соответственно, у кого-то будет 16, потому что в отрывке не все буквы, у кого-то будет 50, потому что он выписал и срочные, и прописанные буквы, да? И потом согласование на доске, вот идет формирование операции сравнения, нужно вычеркивать повторяющийся элемент. Таким образом, за 12 лет гимназии, изучая мертвые языки плюс математику, формировалось очень серьезное мышление со всеми функциями анализа, систематизации, ну, эросхизации, принятия решений, взвешивания факторов, ну и так далее. Так вот, сегодня игра замещает функцию мертвых языков. Игра учит мышлению. Вы же не спрашиваете меня, Аркадий, а изучая греческий язык, можно ли было заговорить на хорошем французском? Ну, нет, нельзя. И даже на греческом времени говорили. Изучая греческий, можно было стать хорошо развитым в области мышления. Так вот, то же самое. Играя, можно научиться бизнесу? Нет, нельзя. Хотя, чтобы научиться бизнесу, нужно выбирать бизнес-кис и читать бизнес-литературу. И заниматься нормальным менеджментом, маркетингом, бухгалтерией, финансированием, финансами, экономикой, ну и так далее. Но, играя много в игры, можно сформировать у себя бизнес-мышление, предпринимательское мышление. То мышление, которое, соединившись с бизнес-интеллектом, даст хорошего прогрессивного менеджера, специалиста, предпринимателя, ну и вообще, человека эффективного в сегодняшней профессиональной среде. Как вы знаете, наша компания занимается упаковкой франшизы. Недавно мы сделали сайт «Необычные факты о франчайзинге». Например, о том, что Биг Мак не придумал Макдональдс, о том, что Майк Тайсон продает франшизы, и о том, что одна компания, которая производит секс-куклы, по франшизе продает бордели. Представляете, вот все эти подробности, интриги, скандалы, расследования вы можете посмотреть на сайте. Ссылочка на него мы оставим в описании, плюс вот здесь в подсказке. Смотрим дальше интервью. Есть книга, знаете, «Краткая история», недавно вышла, «Краткая история будущего». Да, да. Можете свое понимание организации будущего, ну, точнее, компании будущего? Что будет происходить? Ну, смотрите, какая штука, вот что я точно понимаю. Это еще Аристотель говорил. Мы будущее формируем. Если мы с вами почитаем фантастику 50-60-х годов 20-го века, то мы поймем, что эта фантастика сформировала проект, который практически полностью сейчас реализован. Да, я тоже эту версию слышал, что он как бы дизайнит будущее эти фантасты. Да, да. То есть фантастика – это дизайн будущего. Вот. Поэтому, смотрите, 19-й век занимался социальной фантастикой в виде утопии, идеологии коммунизма и так далее. 20-й век взял и реализовал. Правильно? Вот. 20-й век занимался технической фантастикой, роботами, говорящими пылесосами, инопланетянами. И еще немного, и то, что снято в пятом элементе, ну, там, ну, в «Звездных войнах» и так далее, ну, уже почти все реализовано. Дальше смотрите, какая штука. Значит, когда вы говорите «поговорим о будущем», вы говорите «возьмешь ли ты на себя ответственность за формирование нового футурологического проекта, который точно реализуют следующее поколение». Вот «Курцилл», например, взял эту ответственность и сформировал проект, в котором, там, ну, скажем так, побеждает все эти технологии, искусственные интеллекты, ну, там, машинное обучение, ну, там, и так далее. Там сингулярностью все заканчивается. Да, все заканчивается сингулярностью. Сегодня мы имеем конкуренцию разных образов будущего. Есть образ будущего «Курцилла» с высокой технологичностью и сингулярностью. Есть образ будущего «Восточный» с миссией России, с входом в эпоху Водолея, с выходом человека на новый уровень космосознания, открытие чакр, ну, как бы, и прочее. Это же другой образ будущего? Да. Будущее. Да, вот, как бы. Как минимум, вот эти два, ну, точно я сейчас понимаю. Я думаю, что если поднапрячься, мы можем раскопать еще разные образы будущего, и, собственно говоря, дальше начинается ценностное голосование. А ты за какой? За какой образ будущего каждый из нас готов проголосовать? То, за что мы внутренней душой проголосуем, то, какие книжки мы будем рекомендовать детям, книжки либо игры, то, в какие страны мы будем путешествовать, мы будем показывать нашим детям Сингапур и Силиконовую долину, ну, или храм Ашалиня, в первую очередь. Тот проект будущего и реализуется. Недавно, в мае, вышла игра, Detroit называется, она целиком посвящена проблеме андроидов, то есть искусственного человека, который, там, начинает любить, воспитывать детей, в том числе и так далее. А Курсвилл это обещает нам всего лишь, там, в 30-х годах. Осталось всего немножко. Вы пошли бы на свидание с андроидом? Ну, точно нет. Мне, знаете, как-то и живых достаточно. С живыми-то они все просто, а тут вот как бы. Вообще, будущее, оно имеет конечную точку. О конце света думали? Вот у Хокинга было, по-моему, 4 версии, как все закончится. Там, ядерная война, болезнь какая-то, потепление и так далее. Знаете, на мой взгляд, конец света возникает каждый раз, когда мы закрываем глаза. Потому что дальше начало света возникает от нашего волевого или непроизводного решения открытого. И это то, что в нашей воле. Все остальное в воле. Вы религиозный человек? Безусловно. Но вы никогда эти темы вроде не поднимаете у себя на выступление? Это очень интимная тема. Интимная тема. Может быть, я до них не дорос. Может быть, я найду способ и посчитаю важным их сказать. Когда я говорю о религиозности, я имею в виду об отношениях с высшим миром. Я признаю очень многие религии, я признаю очень разные эзотерические течения, потому что это всего лишь разные способы, разные каналы коммуникации. Это точно так же, как мы сейчас выбираем мессенджер, чтобы написать друг другу сообщение. Точно так же мы выбираем духовный канал, по которому мы устроим свои отношения, свою коммуникацию с миром духа, с высшими силами. Если мы посмотрим, допустим, время моего детства, 80-е, 90-е годы, то функцию греческого языка замечали, какой институт? Дворы. Потому что именно во дворах мы учились коммуникативным муслением. Мы учились договариваться, принимать решения, делать всякие проекты, вылазки, доверять друг другу, придумывать что-то, ну и так далее, выяснять отношения, мириться. И в этом составляет вся экономика сегодняшнего СНГ пространства, она держится на чем? На нашем дворовом мышлении. Ну, не тех лет же было исследование, когда посмотрели, кто сегодня успешен в бизнесе, то там преобладают не медалисты, у которых была соединена дворовая культурой к минимуму, а преобладают либо троечники, либо выпускники городских пионерских комсомольских штабов, то есть пионеры-активисты. И там, и там высокая дворовая культура, то есть высокая культура коммуникации со сверстниками. Вот, вот такая вот штука. Сегодня, сегодня надо учиться не оффлайн коммуникации, не там будет зона успеха, да? Зона успеха лежит в виртуозной онлайн коммуникации. Аркадий, мне можно ребенка во двор выпускать? Или лучше пусть дома у компьютера сидит? Для меня очень важный постулат есть, это доверие детской интуиции. Вот смотрите, какая штука. Вот если вспомнить наше поколение с вами, да, то мы рвались во дворы, мы не хотели учиться в школе, да? Если ты заболеешь, ты говоришь, ура, школа, урока не будет, или учитель заболел, вообще счастье. А вот если ты пропустил прогулку из-за болезни, или тебя не пустили, то, что наказали, у тебя точное ощущение, что ты пропустил что-то страшное. Ну, то, что там весело. Что-то важное, ну, то есть там что-то жизненно важное. И поэтому мы рвались на улицу, да? А нас сюда не пускали. А сегодня куда дети рвутся? В онлайн игры. В онлайн игры. Мы их уже сегодня не пускаем, так же, как наши родители не пускали нас во дворы. Вот. Так вот, ситуация ответа в чем? Куда ваш ребенок рвется, туда его и надо пускать. Потому что ситуация в чем? Смотрите, сейчас время прошло, и мы что понимаем, что успешность нам дали дворы, а не школа? И мы это интуитивно чувствовали, когда мы туда рвались. Так же, как если дети сегодня рвутся в социальные сети и выиграют, значит, там есть зона формирования их ключевых компетенций. Верьте интуиции ребенка, это не я сказал, это еще Аристотель, Мария Монте-Сори, ну, и много кто еще из педагогов. Вот. Заметьте, если ребенок рвется гулять, если вы это замечаете, пускайте гулять, как бы вам страшно не было, как бы вы не боялись этого двора. Если ваш ребенок рвется к компьютеру, ну, дайте ему компьютер, у него там зона интереса. Вы себя часто, во всяком случае, пару раз на своих выступлениях называли хулиганом и обоутусом. Да, да. Почему? Есть у вас какие-то примеры, почему вы так думаете, что вы хулиган? Ну, это зависит от настроения. Вот сейчас я называю свой консатным занудством, а тогда хулиганством. Ну, примеры, может быть, каких-то вот кейсов, если можно назвать там. Да, здесь дело, опять же, вот вы не хотите кейсов. Да, а вы любите кейсы, мне кажется? Нет. Не любите? Нет, не любите. Ваша любимая гардеробщица. Ненадолго прервемся, чтобы объяснить для тех, кто не смотрел ролик гардеробщица, который собрал в фейсбуке и на ютюбе сотни тысяч просмотров, лайков и так далее. Вкратце, суть такая. Гардеробщица смогла увеличить прибыль ресторана, в котором она работала, в два с половиной раза. Вот такой кейс, как она это сделала, можете посмотреть в ролике, мы оставим в описании ссылку. Но в этом году появились статьи, критика от различных именинтных рестораторов, которые говорили, что все это неправда, такое не может быть, невозможно себе представить. Ставить настолько влиятельную гардеробщицу в ресторане. Но ответ Аркадия Цукера не заставил себя ждать. Смотрим. Вообще, ну давайте я оставим дочку на ноги. Это кейс 98-го года. С 2005-го года я использовал этот кейс в своем тренинге маркетинг поколений. Он там занимал свое место, свою иллюстрацию и вообще никого не трогал и не интересовал. С 2005-го года по 2017-й, там, не знаю, порядка 150 этих тренингов было проведено. Никого это не грело, не впечатляло и так далее. Никто расследование не уставило. Да, и вдруг почему-то в 2018-м году кто-то, ну как бы, ну не кто-то там, понятно, кто запустил там про бизнес, про бизнес, запустил кусочек этого тренинга в YouTube, ну как бы, и он дал резонанс. Это не является ни моим любимым кейсом, ни показателем, это маленький, малюхонький, незначимый фрагмент тренинга, основанный на старом дряхлом материале. А какая там доля, вот прям реально правды, а где вот немножко все-таки приукрашена, чтобы подавать красиво это можно именно в формате тренинга? Давайте так, чтобы это жило, ну как бы, да, то скажем, что это правда, а доля упаковки, ну как бы... Ну все, мы сделали выводы каждый сайт. Да, в этом смысле это уже не моя любимая гардеробщица, это ваше любимое гардеробщица, поэтому, да, любите их так, как вам нравится. У меня в Фейсбуке этим летом наблюдалось вот какое-то массовое увлечение книгой «Магия утра». Знаете, да, такое? Нет. Не знаете? Эта книга, ну, грубо говоря, в ней рассказывается о том, как правильно начинать свой день, что там первый час очень важен, и набор тех действий, которые там делаешь в этот час, в общем, формирует весь твой успех. Всего дня и вообще, может быть, даже всей жизни. Это в двух словах. Я, кстати, книгу не читал, мне так, наверное, мои друзья и не увлекли этой историей, но тема утра как-то вот прям модная сейчас. Хотел вот с вами поговорить. Вот ваше утро как выглядит? Самая плохая вещь в мире – это совет. Плохая, да? Да. Я вообще считаю, что я не вправе давать совет. Что такое совет? Совет – это сообразно начать жить не своей жизнью. Потому что нам кажется вот эта жизнь, из которой совет, сильно лучше, чем наша собственная жизнь. И мы берем, опускаем, обесцениваем нашу жизнь и начинаем говорить «у-у-у-у-у-у». Есть пространство нашей деятельности или жизнедеятельности, где мы что-то делаем. И есть пространство нашего мышления, где мы думаем, анализируем и так далее. И это два разных пространства. Ты можешь в каждую минуту времени либо мыслить, либо действовать. Одновременно нельзя. Так просто мозг устроен, да? Так мозг, да. В психологии это называется концепция фокусировки или установки, в затерике, в точке сборки. Вот ты в одном пространстве собран или в другом. То есть можно либо бежать, либо, не знаю, там, логотип присоединять. Ну, знаете, вот когда, допустим, женщина сидит на работе, работа работает. Потом она говорит «Так, а выключила ли я утюг?» Она переключается. И в то время, когда она была в пространстве мышления про утюг, ее на лекции, на работе не было. Ну, правильно же? Да. Есть люди, которые вообще не приходят на работу, хотя тело их за свою работу доносят. Любой совет, даже самый прекрасный, опасен тогда, когда мы начинаем его применять где? В действии. Сразу в действии. Ну, то есть, о, правильный режим утра. Вот такой. Ну, как бы, понеслось. Правильный, там, режим, не знаю, чтения. Понеслось. Ну, диетный. Для меня актуальный. Да, понеслось. Ну, как бы, там, правильный алгоритм введения совещания. Понеслось. Вот тут и возникает вот эта вот штука обесценить своих жизней. Когда совет, ну, как бы, с моей точки зрения продуктивен, по крайней мере, я стараюсь так поступать с советами. Когда совет мы заносим не в пространство действия, а в пространство мышления. О, интересно, люди акцентируются на утре. А я на чем? Угу. У людей в утро происходит вот это. А у меня что? Ну, как бы. Есть у меня вообще какие-то понимания своего дня? Да. Например. И в этом смысле, когда я беру совет и переношу в мышление, он для меня становится критерием оформления собственного опыта, собственной жизни. И тогда уже я получаю собственное знание, которое я переношу в действие. То есть, что-то для меня очень важно, что в деятельность надо переносить только собственные советы, только советы, рожденные себе, для себя же любимого. А вот советы чужие нужно заносить только в мышление, и там их перерабатывать в советы для себя. То есть, не надо сразу после того, как тебе что-то посоветовали, бежать и делать? Конечно. Для меня очень важно каждый день, как бы, выдать себе две медали. Первая медаль за гениальность. И я прямо каждый день вечером смотрю, где и в чем я был гениален. И второй – это орден святого лоха. Я смотрю, где и как я в этот день лоханулся, что я сделал неправильно, что не дотянул и так далее. Сегодня за что получите орден святого лоха? Уже много. Главное, когда наше интервью попозила. Ну, я думаю, что… Там и без интервью есть куда. Спасибо, нам приятно. Аркадий, спасибо вам большое. Ну, это все, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк, если это действительно так. Я напомню, что у вас есть возможность выиграть билет на мастер-класс Аркадия Цукера, который пройдет 2 ноября в Киеве. Его проводит компания Smart People. Они нам предоставили вот этот билет. Я с удовольствием кому-то из вас его вручу. Дождитесь, я расскажу, как это будет происходить. Кроме того, мы разыгрываем один билет стоимостью 7 тысяч гривен. Это более 200 долларов. На конференцию Fedorif Change, которая пройдет 25 октября, также в Киеве. Там соберутся крутые ребята. Все владельцы компании, все практики бизнеса, ООХ, представители Google, Розетки и так далее, и так далее. Очень много крутых компаний, очень много общения. Конечно же, будет Андрей Федорев. На обоих этих мероприятиях, кстати, буду я и наша команда. Поэтому, если захотите, приходите, пообщаемся. А на выступлении Аркадия Цукера я даже буду на кофебрейках читать свою лекцию. Посмотрим, что из этого выйдет в итоге. Так вот, друзья, что нужно сделать для того, чтобы выиграть один из этих двух билетов? Или оба? Вдруг вам повезет. Подписаться на канал, проверить подписку, включить колокольчик, поставить лайк этому видео. Надеюсь, вы уже это сделали во время интервью. И, конечно же, написать комментарий. Любой, но интересный. Поделитесь своим впечатлением об интервью. Задайте вопрос Аркадию, мне, не знаю, кому угодно. Напишите что-то интересное. А если вы хотите еще выиграть билеты на конкретное мероприятие, то напишите в дополнение к своему комментарию, почему вы хотите пойти на мастер-класс Аркадия Цукера или на конференцию Fedorif Change. Или и туда, и туда. И наиболее мотивирующий комментарий человека, который будет наибольший, как нам покажется, мотив пойти на эти мероприятия, мы с удовольствием вручим ему этот билет. Один из двух или оба, если вдруг у человека будет действительно крутой мотив пойти и туда, и туда. Все-таки в разные дни проходят эти замечательные мероприятия. Я благодарю компанию Smart People за возможность записать интервью с Аркадием Цукером. Подписывайтесь на канал. Увидимся с вами уже очень скоро. До встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok